Новый игровой городок Детских качелей, горок, тематических конструкций, спортивных уголков Здесь огромное разнообразие А значит детям есть чем заняться И они наверняка проводят на площадке много времени Немного в стороне подростки вовсю осваивают скейт-зону В общем, как ожидалось, новая досуговая площадка интенсивно используется Результаты этого отражены на специальном мягком покрытии Как видим, оно изрядно завалено фантиками, шелухой от семечек сухой листвой Кто это делает? Обратились мы с банальным вопросом к посетителям Люди, старшики, старшие ребята А ты их видел здесь? Нет А откуда ты тогда знаешь, что это старшики? Потому что всегда так мусорят А ты не мусоришь? Я видела подростков, они всегда бросают, и тут едят семечки И всегда бросают, и мусор не выбрасывают Я думаю, что старят, наверное, дети более такого подросткового возраста, которые здесь вечерами гуляют Думаю, нужно родителям проводить беседу о том, что они должны следить за чистотой города, не распрасывать ничего Мусор пусть убирают, с каждой за собой нельзя такой мусор устраивать, это же дети здесь Не знаю, кто-то не обслуживает ее, значит, эту площадку или что? Листва, ну, может быть, какие-то загородки повыше сделать, деревья рядом, конечно, листва будет Дети кидают, видимо, родители плохо смотрят за детьми, наверное Здесь прослеживаем два момента Во-первых, неаккуратность самих посетителей площадки Урны, как видим, в сторонке стоят, но почему-то мусор до них не добирается А остается лежать прямо на покрытии, под ногами детей Второе, конечно, любое место массового посещения людей должно регулярно убираться Заказчиком этой зоны отдыха, построенной по программе равновесия и активации городских связей является администрация Котласа Поэтому логично, что ее содержанием должна заниматься муниципальная служба благоустройства Но пока, по словам директора Эдуарда Степина, этот объект за ними не закреплен Понимание уборки, оно разное Есть просто поднять бумажки и положить в урну Есть работа, которая подоживает подметание, обтирание и все остальное Понимаете, мы просто пройдем, посмотрим, приберем вот эти бумажки и вынесем мусор Больше мы пока не делаем, потому что не наш объект А просто хотим, чтобы люди и дети там гуляли в хоть какой-то чистоте Почему они до сих пор не прибирают эту площадку, Степин не рассказал Возможно, потому что контракт не закрыт, ведь подрядчик не сдал остальные объекты по программе равновесия И ничего лучше не придумал, чем повесить табличку Использование детского игрового оборудования запрещено Но, как видим, это ни для кого не указ Не дождался официального открытия и кота-артист у театра драмы Он установлен здесь совсем недавно, а уже лишился части усов А еще хочется вспомнить Вычегодский Белкин парк, в котором год назад, еще на этапе строительства, были похищены подвесной мостик и скамейка А будка, то есть дом Белки, превращен в общественный туалет Сегодня у нее вообще горка сломана Цена этого объекта 6 миллионов рублей Рассуждать, а стоят ли эти объекты таких денег, мы сейчас не будем Сейчас поразмышляем вместе с земляками на другую тему Что у нас не так? Почему нам так хочется разрушить то, что призвано украшать город и повышать наш в нем комфорт проживания? Вот у меня, например, внучка никогда бумажку не бросит А вот идешь, смотришь, идут с родителями, с бабушками, цветы сорвут, бумажку бросит, а им даже замечания никакие Наверное, как дома себя ведут, так и получается и на улице Мне кажется, все-таки надо с детства воспитывать, что как себя вести Ну вот с объектами, все-таки хочется, чтобы было красиво Если мы были маленькие, мы ходили к старичкам, у нас было Тимуровское движение, если помните, да? То сейчас-то ведь этого ничего нет, патриотического воспитания нет Что они сейчас смотрят-то губку боб? Потому что люди не привыкли ко всему хорошему, так сказать Раз в пять лет построят что-нибудь, конечно, они как и дикие, так сказать, на все реагируют Я так думаю, что нужно почаще делать хорошее для людей, тогда они будут спокойно ко всему относиться Раньше же ничего не было, а теперь вот уже вроде разрастаемся, разрастаемся Так вот наоборот надо новое беречь Надо беречь, беречь это действительно надо, но вот так вот воспитаны наши люди Уважение и любовь к родному городу нужно воспитывать с детства, я в этом убеждена Итак, большинство видят причину в недостатке воспитания Наверное, такое есть Кто-то считает это признаком дикости Мол, не привыкли мы к цивилизации Вот и рушим все, что под руку попадется На наш взгляд, это сомнительное утверждение Не такие уж мы с вами и дикари Скорее всего, просто не ценим чужую и общую собственность Своим мы считаем только то, что внутри нашей квартиры или дома А то, что за дверью беречь не обязательно От желания испортить чужое имущество неплохо избавляют камеры видеонаблюдения Например, как только их установили в Белкином парке Краши конструктивных элементов прекратились После того, как в новой зоне отдыха на Виноградово, Урицкого и Карла Марксов Буха на больше 30 миллионов рублей Администрация просто обязана организовать установку камер А еще лучше, включение их в полицейскую систему «Безопасный город» Елена Кермич, Александра Гаврилова, Олег Севачик, Кот-Ньюс